Практически сразу после возвращения в Астану глава государства встретился с председателем правления международной выставки Экспо. Эту инициативу Казахстана, к слову, высоко оценили и в Нью-Йорке. Президент Назарбаев представил отличную речь, которая, я думаю, была конструктивной и полезной для глобального мира и развития. В частности, та ее часть об Экспо с темой энергетики. Это очень интересные и полезные инициативы, которые сделал президент Казахстана. Это отличный показатель работы Казахстана, и он демонстрирует, какую роль играет ваша страна в Азии, являясь одним из решающих игроков. Глава казахстанской выставки и руководитель компании KCA Хуан Чу президенту рассказали о ходе строительных работ, использовании зданий после проведения Экспо, ну и продемонстрировали концепцию главного объекта. С точки зрения архитектуры и дизайна, а также используемых при создании объекта технологий, сфера станет знаковым зданием. Мы планируем сделать его таким же узнаваемым в мире брендом, как и Эйфелева башня в Париже или Сиднейский оперный театр. Это будет прекрасное здание, которое позволит показать Астану на карте мира и познакомить с ней весь мир. Сегодня мы представили детали всех этажей, на одном из них мы покажем новые идеи и инновации, а также макет Астаны в 2050 году. В завершении недели президент Казахстана подвел итоги рабочей поездки в Соединенные Штаты. Мы приняли участие в трех крупных мероприятиях, общих дебатах и двух саммитах. Также провели много встреч, среди которых важнейшими стали переговоры с президентом США и главами крупнейших американских компаний.